Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это вот важный раздел огородной азбуки, огородная кулинария, потому что конец июля, это традиционно у нас время заготовок, и огурцы занимают одну из самых таких важных ролей, отведено у нас. Сейчас я буду готовить огурчики по-корейски, и покажу вам, как я это делаю, потому что сейчас в последнее время в интернете очень много вот таких рецептов огурцы по-корейски, и их называют новинками, но у меня есть книга, по которой я готовлю уже 30 лет всякие заготовки, там эти же самые рецепты с такими же дозировками масла, например, соли и сахара, просто как обыкновенные салаты советского периода. Есть нюансы, можно их заготовить на зиму, можно заготовить просто для употребления ежедневного. Все я сейчас расскажу и покажу. Там очень много нюансов. Есть чисто корейские, с корейской приправой, есть просто по-корейски, которые без приправ и не очень острые. Вариантов много, вы должны ознакомиться, если вы только начали выращивать свои огурцы и заготавливать, вы должны ознакомиться со всеми этими отличиями салатов, потому что на зиму это одно, а для ежедневного употребления это совсем другое. Но как бы вы ни сделали свои огурчики, это очень вкусно, особенно зимой. И даже сейчас вот эта вот закуска, салат огурцы по-корейски, она такая немного пикантная, остренькая, изысканная. Для тех, кто любит поострее, она очень подходит. Я принадлежу к их числе, люблю все остренькое. Буду сейчас готовить. Для того, чтобы приготовить огурцы по-корейски, именно на каждый день, вот ежедневная еда, тут можно применять огурцы любые. Не только вот эти вот, которые прекрасны для засолки, но и сорта тепличные, которые не идеальны в засолке, но которые очень такие сладкие, нежные, для салатов ежедневных подходят идеально. Если говорить о ингредиентах, то они могут меняться в зависимости от вашего вкуса. Вот стандартный рецепт, который идет как основа. На килограмм огурцов можно добавить 200 грамм моркови, но вы можете ее и не добавлять. Но морковь придает именно такой специфический вкус вот этим огурчикам по-корейски, потому что мы будем еще добавлять вот эту приправу для корейской моркови. И все это сочетается в сочетании вот с морковкой, с огурцами, с этой приправой. Получаются настоящие вот такие огурчики по-корейски. Значит, если мы делаем вот такой корейский настоящий рецепт, берем морковь тоже. Я беру морковь пока прошлогоднюю, я свою еще новую нерву, она маленькая. Вот такой рецепт. 1 килограмм огурцов свежих, 200 грамм моркови. Потом 20 грамм соли, это столовая ложка. Но соль добавляете не всю и по вкусу, потом по-своему корректируете в конце, потому что я люблю немного недосоленые. Без ложки беру, без горки ложку соли. Кто любит нормально соленые, вот у меня муж более соленые, он потом подсаливает уже в процессе еды. Можно с горкой ложку соли. Сахара берем в 2 раза больше. Если берем 1 ложку соли, то 2 ложки сахара. Это именно корейский салат. У них сладость во всех салатах присутствует. Чеснок. Чеснока можно взять полголовки, но головки разные. Опять же, зависит от нашего вкуса. Если вы любите такой острый, прям чесночный, берете больше. Если не любите, берете меньше. Я на килограмм беру или 4 вот таких больших зубчика, или половину головки, но большой. Но чеснок можно тоже убавить. Теперь про приправку. Приправу можно и не добавлять. Он тоже будет вкусный салат. Там будет уксус, чеснок, растительное масло, соль, сахар. Но если вы делаете настоящие корейские огурцы, то приправу можно добавлять. Приправу можно брать любую. Для моркови, для капусты. Она не очень сильно отличается по составу. И у всех у них, у этих приправ, один и тот же ярко выраженный, вот такой вот, как запах корейских приправ. Потом уксус. Я уксус беру вот такой столовый, 6% по-моему. Ага, 6%. Вот что 6%, что 9% мы берем произвольно. 50, 60, 70 мл. Это зависит от того, опять же, приемлете вы высокое содержание уксуса в салатах или нет. Некоторые же любят вот прям посильнее. Я беру 50 мл. Вот такого. 50 мл. И растительного масла тоже. От 50 до 70. Я как беру, сколько уксуса, столько же наливаю и масла. Все. Сейчас я все это буду делать, но если кому некогда смотреть все пошагово. А, еще забыла сказать, что масло я беру вот для таких салатов на ежедневно, нерафинированное, именно вот такое запашистое. Если делаю этот же рецепт, ну, огурцы по-корейски на зиму, то я делаю уже рафинированное, потому что вот это свежее масло, если оно пройдет процесс термической обработки, оно все равно теряет все эти свои полезные качества. А вот для таких салатов только вот такое ароматное, натуральное наше алтайское масло местного производства. Кому некогда смотреть все пошагово, я могу вам сейчас вкратце рассказать, конечно, А, и зелень еще добавляю, укроп, петрушку, все, что есть. Конечно, моем все, моем зелень, моем огурцы, моем, шоркаем морковку. Морковку желательно пошоркать вот такими длинными, как корейскими, на терочке на такой. Потом огурцы режу кружочками, морковь вот из шорканою, добавляю туда сахар, соль, уксус, укроп, чеснок. Короче, все. Туда складываете, перемешиваете. И через 2-3 часа, когда вот этот аромат корейской приправы, аромат зелени, уксус, масло, чеснок, все это пропитают, вот эта вот вся заливка пропитает наши огурчики, все можно употреблять. И тут опять у нас у всех вкусы разные. Кто-то любит подержать подольше, чтобы они были более как малосольные. Вы понимаете, что они будут как малосоленые огурцы. Тут же есть у нас соль, сахар, есть у нас все этот чеснок. И, например, на завтра, через день, это будут малосольные огурчики, такие острые, с приправой. Но я люблю именно не малосольные, а я люблю свежие через час или через два. Когда они еще свежие, такие хрустящие, почти еще не тронутые вот этой вот уксусом, солью, но уже обваленные, пропитанные вот этим ароматом. Но опять же говорю, попробуйте и сразу через час покушать, попробуйте на следующий день. И обязательно вам понравится какой-то один вариант. Кому-то нравятся более замаринованные, а кому-то нравятся свежие, полуживые. Я вот люблю полуживые. Вот только разрезала, посыпала все. Сейчас съезжу на час по делам, через час приеду, будет это блюдо готово. Все, сейчас буду резать. Но, как я уже сказала, ничего сложного нет. Все режем кружочками, измельчаем. Все это, вот эту дозировку, которую я назвала, перемешиваем. Вот вам огурцы по-корейски. Но это не на зиму. На зиму нужно стерилизовать. Вот теперь, когда все продукты помыты, порезаны, пошинкованы, можно добавлять заправку. Вот огурцы кружочками порезала, морковку я вот такими длинненькими соломками на терке, ну, под вид корейской. Потом петрушку и укроп, чеснок подавила. Теперь в первую очередь я буду добавлять соль. Мне нужно на этот объем 1 столовую ложку соли. Ну, так как я люблю недосоленое, я начинаю с чайной ложки. Я вот сейчас добавлю 1 чайную ложку. Потом, в конце, через час, когда блюдо настоится, и если мне не хватит соли, я лучше добавлю потом. Я боюсь пересолить. Также, в первую очередь, корейскую вот эту приправу я тоже добавляю сразу. И смотрите, разница между томатами по-корейски и огурцами по-корейски, что томаты нам же нельзя вот так вот перемешивать. И поэтому мы сначала делаем заправку, уксус, масло, соль, сахар, все. Потом томаты укладываем и поливаем заправкой. А так как огурцы у нас тверденькие, и все в этом салате можно перемешивать, то заправку делать отдельно не нужно специально. Можно сразу класть все в этот салат и перемешивать. Вот я соль и приправу сейчас перемешала. Сюда же сейчас сахар посыплю. Вот у меня, смотрите, я все уже приготовила. Вот стаканчики стоят. Тут у меня сахар, уксус и маслица душистая, ароматная. Все, сейчас буду помаленьку наливать масло в последнюю очередь. Вот в первую очередь, конечно, нужно, как везде написано в кулинарных книгах, нужно добавлять в соль и сахар, потому что они должны раствориться до появления здесь масла. Если мы сначала польем масло, а потом посыпем в соль и сахар, опытные хозяйки знают, что случится. Огурцы обволокуются маслом, и соль, и сахар будет, этим ингредиентам будет труднее. Спитаться в огурцы, и часто такая соль в масле остается нерастворенная. Вот сначала я, ой, запахла корейским салатом сразу. Сначала я положила соль и сахар. Все они немножко растворились. Теперь выливаю сюда же, вот мои 50 мл уксуса. Для любителей очень уксусных салатиков, можно до 70 мл на 1 кг добавлять уксуса. Но я с возрастом уже стала меньше уксус добавлять. Кто вообще не хочет уксус, можно сделать лимонный сок. Будет та же самая кислота, но натуральная. Все, теперь у нас, когда соль и сахар растворились, в конце льем масло. И еще, что хочу заметить, если для зимних корейских огурцов у нас подходят любые, туда можно перезревшие на кружочке резать, крупные плоды, то для салата на ежедневный, для ежедневного употребления, то есть кушать, который сейчас, я беру всегда только молодые, только самые такие снежные, сладкие, мягкие огурцы, они получаются самыми вкусными. Все, сейчас их можно переложить в баночку и убрать в холодильник. Но у меня вот эта вот специальная посуда для салата, видите, она с крышкой, я сейчас закрою крышкой и поставлю прямо так в холодильник. Через час, когда я приеду домой, у меня вот это вот, все огурцы пропитаются вот этой корейской приправкой. Тут как раз будет и морковка по-корейски, и огурчики, и зелень. Вот это самый простой рецепт огурцов по-корейски, то есть все нарезал, все сложил, добавил соль, сахар, масло, уксус, перемешал, через час готово. Можно на праздничные столы, можно просто, как дополнение к гарнирам, к лапше, гречке, картошке, совсем идеально сочетается. Только попробуйте этот рецепт, и вы немножко под себя подкорректируйте. Вы первый раз, когда вот этот стандартный... Ясно, что стандартный рецепт, вот этот набор дозировок, он подойдет не всем. Кому-то будет казаться очень остро, кому-то не очень солено. Я вот всегда все под себя. Видите, я соль уменьшила, уксус уменьшила, остальное все нормально. Вы должны под себя доработать этот рецепт, и потом у вас уже будет на автомате, вы будете знать, сколько вам всего добавлять. Вообще это очень вкусно. Ну и, конечно, полезно. Все наисвежайшее. Боитесь уксус есть? Замените лимоном. Все. Вот это огурцы по-корейски. Я еще могу показать вам через час, как они будут выглядеть. Могу специально сейчас баночку переложить. Если не будет времени, значит не переложу и не покажу. Прошло 2 часа. Вот и готова моя вкуснятина. Огурцы по-корейски. Самым быстрым вариантом. Вот смотрите, они очень дали много такого, как вот тут и уксус, и все, маринада. Вот в маринаде постояли, и все. Они буквально сразу же через час-два готовы к употреблению. Идеальный вариант. Вот для меня лично, это во время еды, вот, например, гречка, котлета, и наваливаю очень много вот таких огурцов. Сразу скажу, что вот этот вариант, он очень острый. Тут и чеснок, и корейская вот эта заправка. Он для любителей остренького. Если вы острое не очень любите, можно корейскую вот эту добавку, заправку, сюда не употреблять. Просто чеснок, масло, уксус. Тоже очень вкусно. Но тогда теряется весь смысл. Вот именно корейские огурцы, вкус вот этому салату, корейская направленность, именно из-за этой приправы дается. Попробуйте и так, и так. Но я очень люблю, вкусно. Все, пошла ужинать.